Друзья, всем привет! С вами команда Mooncatcher. Сегодня у нас 19.06, день, среда. И, как обычно, поговорим о крипторынке. Меня зовут Илья, со мной мой друг и коллега, неизменный Никита. Никит, всем привет! Мы немного сегодня решили изменить формат нашей программы, потому что к нам вы написали, да, что вы хотите какие-то новые монетки посмотреть, хотите посмотреть новые интересные валюты, и что мы о них думаем, и мы решили, что почему бы и нет, собственно говоря. Поэтому, я думаю, будет сегодня интересно. Но начнем мы, как обычно, с крипто-новостей. Никит, возьмешь на себя эту ношу очень такую ответственную? Давай попробуем. Здорово! Итак, к крипто-новостям, друзья. Значит, каких-либо важных новостей, которые могли бы повлиять на движение цены биткоина или эфира, или там других каких-то адептов, криптоадептов, я не нашел. Сейчас, ну, единственная новость, которую я видел, это о том, что комиссия CFTC начала расследование в отношении кражи 140 миллионов долларов в биткоинах на криптовалютной бирже, но я не думаю, что эта новость как-то косвенно, даже повлияет косвенно на цену биткоина. Если честно, сейчас основной хайп крутится вокруг проекта Libra. Каждая вторая, там, третья новость связана с этим проектом. И это неудивительно, потому что, ну, реакция крипто-сообщества, она получилась очень неоднозначная. Так сказать, у нас появилось два лагеря. Одни, которые там очень хвалят проект, другие очень жестко критикуют. Мы не будем подробно останавливаться и рассказывать о том, что это за проект. Уже в интернете очень много информации на эту тему есть. Нет смысла это все рассказывать. Скажем о том, что, почему проект именно критикуют. Первая причина то, что изначально в мобильном приложении к Libra было указано о том, что при переводе токенов Libra будет использоваться как бы псевдоанонимность. То есть не будут указываться имена и будет просто указываться сумма и номер кошелька. Но, как стало известно сегодня, ну, во-первых, это изначально сразу вызвало некий резонанс, потому что сам мобильный кошелек Libra, значит, сами эти платежи изначально было указано, что они будут отправляться через Facebook Messenger и WhatsApp. А это уже как-то, ну, как по мне, несовместимо, потому что и там, и там, да, и есть полная информация о пользователе. Второй момент, вот сегодня глава блокчейн, подразделения Facebook, Дэвид Маркус, он напрямую заявил, что проект Libra будет делиться с социальными информацией пользователей, чем вызвал, так сказать, жесткую критику со стороны людей, которые, так сказать, видели проект анонимным. Второй момент, да, это то, что мы, значит, следующая новость о том, что сами политики, сами конгрессмены из Сената США тоже критикуют проект. Одни выступают о том, что на политика возложена обязанность понять проект Libra, и они, как бы, не могут еще до конца понять, ну, сам проект, его влияние на глобальную финансовую систему, и им нужно более глубоко изучить вопрос, поэтому они просят немножко, так сказать, перетормозить развитием проекта. Другие пишут, что, принимая в внимание прошлые неприятности компании Facebook, тоже просят отсрочить продвижение вперед, в общем. Ну, а некоторые сенаторы вообще очень жестко выступают против, как, почему, ну, почему против? Одна из основных причин, опять же, это нужно жесткий регуляторный контроль за связанных с безопасностью данных. Это вот, потому что, как мы знаем, у Facebook были проблемы, да, то есть, были слушания насчет этой темы в судах, где выступал Цукерберг, поэтому в этом плане, ну, тоже, так сказать, все очень мутно, так сказать, с этим проектом. Ну, как бы, это основные новости по этому проекту, и что еще можно добавить? Была очень интересная новость о том, что на TradingView заметили баг в Fibonacci, именно, перепостроение волн Эллиута, да, и на протяжении пяти лет многие волновики неправильно делали разметку, да, то есть, и сейчас, наконец, это было замечено, и некоторые люди написали на Facebook, что из-за даты этого бага очень многие люди потеряли деньги, так как была неправильная разметка. Вот, ну, не знаю, чем это закончится, но, конечно, с одной стороны, хорошо, что заметили, но, с другой стороны, я не могу понять, если пять лет люди рисовали на TradingView, делали разметку волн Эллиута, и, ну, так сказать, не видели, что этот, не заметили этот баг изначально, для меня это довольно странно. Вот. Что ты думаешь, Лея, по этому поводу? Ну, что я думаю? Я думаю, что, на самом деле, это просто говорит о полном непрофессионализме этих участников рынка, так как, если ты, да, торгуешь волн Эллиута, то есть у тебя есть какие-то стратегии, основанные, да, на волнах Эллиута, то ты возьми, собери статистику, и если ты по багованным, да, то есть статистику собрал волнам, то у тебя будут и багованные работать. Если же ты не собираешь статистику, а что-то там просто калякаешь на графике, вот, ну, тогда не относись к специалистам, соответственно, не жалуйся по поводу того, что ты теряешь деньги. Поэтому, в первую очередь, проблема, ну, с моей субъективной точки зрения, лежит в самих пользователях, да, которые пользовались этим оборудованием, не обращая внимания на то, как качественно оно работает. Поэтому, ну, что тут говорить? Всегда были участники немного проворнее, немного менее проворнее. Поэтому, ну, собственно говоря, мы в очередной раз увидели, что нужно быть максимально внимательным и собирать статистику. Вот. У меня, кстати, ты обратил внимание, да, мы уже там сколько уже, наверное, видосов 20 сделали. У меня каждый видос, в общем, всем здоровья и собирать статистику. Вот. У меня все сводится к тому, что просто надо собирать статистику. Вот. И я от этой мысли не отказываюсь и советую вам к ней прислушаться, потому что она вам поможет. Ну, что, Никит, к биткоину. Да, давай, теперь сразу перейдем на график. Кстати, опять же, по поводу Libra прочиталось, что именно представители Госдумы, они, как бы, очень против этой монеты. Ну, кто бы сомневался, конечно. Вот. Они сказали, что в Российской Федерации использование криптовалюты Libra в качестве платежного средства будет точно запрещено. Плюс они хотят ограничить или вообще запретить те ресурсы, на которых можно будет ее приобрести. Вот такая вот критическая критическая настрой в адрес криптомонеты Libra. Ну, все, я думаю, по новостям хватит. Давай перейдем к графику сразу, потому что это, ну, много интереснее, потому что новости новостями все-таки визуально на графике оно, ну, так сказать, предсказывается движение цены намного лучше, к тому же мы в этом более профи. Истинный глаголишь, истинный глаголишь. Итак, по Bitcoin Daily у нас актуальный уровень поддержки на уровне находится 7500. Что мы видим сейчас? Мы видим сейчас перехай, да, то есть у нас явный восходящий тренд, никакой смены приоритета нет, но, опять же, в рамках этого восходящего тренда возврат к зоне, допустим, да, 7500, 7400, он вполне допустим. Почему? Потому что, да, как бы балансную структуру никто не отменял, да, и, собственно, позиции надо разгружать, и вполне возможно, что мы увидим возврат к этой цене. Но, опять же, так как у нас Bitcoin достаточно интересный инструмент, они достаточно хайповые, 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 как вам больше нравится, друзья? Вот, мы можем вполне увидеть, да, там сейчас прям рост до 9800, мы ждем Bitcoin остаточная цель 9800. Если говорить, у нас сейчас по Bitcoin нет открытой позиции, позиция, которая у нас была, мы ее перекрыли, если помните, в прошлом нашем видео, да, мы набирали Bitcoin в районе 800, вот, и говорили о том, что будем его крыть постепенно. Третью часть планировали закрыть на 9800, но нам не понравился вот этот вот перехай и откат после него, и мы, собственно говоря, покрылись. Но это другая сторона вопроса. Что мы будем делать? Длинную позицию есть смысл открывать с уровня поддержки. А сейчас на хаях длинную позицию открывать не стоит, так как очень большая вероятность, да, что цена пойдет вниз. Есть такая старая трейдерская байка. Закупился на хаях, прокатисты на, в меру своей распущенности, пожалуйста, закончите эту байку. Вот, последнее слово в комментарии можете не присылать. Просто вот есть такая байка, и, собственно говоря, статистически она подтверждается, что, да, с покупкой с отката это лучшее, что может с вами случиться. Поэтому на двухчасовичке мы еще рассмотрим точки поменьше, но здесь я вижу только возможность на дейли покупки от 7500. Никит, твое мнение, что ты скажешь, что дополнишь? Ну, я с тобой полностью согласен. Мне вообще не нравится вот этот выход с хвостами. Обычно, когда происходит импульс, импульсное движение, то оно, ну, его ничем не перепутишь. Если у тебя сомнения о том, выход это из баланса или не выход, значит, это на 99% не выход, да. И вот эта вот балансная структура, которая формируется наверху более такого большого баланса, плюс отсутствие импульса наверх, мне оно не очень нравится, потому что это зачастую к развороту, статистически к развороту. Да, мы остаемся на дейли чарте в обычном приоритете, но то, что цена тут сейчас затормозилась, немножко меня начало смущать, потому что я изначально тоже ожидал на 9800, но так как сейчас цена начинает формировать такой боковик прям за зоной сопротивления, да, но с другой стороны они, здесь может есть продавец, да, и они, получается, идет борьба, и они пытаются этого продавца сейчас поглотить и пойти дальше, тоже такой вариант был, но на дейли чарте визуально пока выхода нет и с точки зрения так сказать, если цена сейчас вернется, да, ниже 9000, а именно 8950, да, то есть будет пробой, вот сейчас нарисую, да, чтобы было видно, может если будет... на двухчасовичке было лучше, а ну смотри. Ну давай, да, давайте перейдем на двухчасовичок, там будет лучше видно, я с тобой полностью согласен. Переходи. Вот, то есть у нас сейчас, вот видите, на двухчасовом графике, ой, прошу прощения. Давайте я подсаблю немного. Да, да, да. Мне тут удаленно чуть-чуть неудобно, ну ничего страшного. В общем, и вот у нас был, да, уровень сопротивления 9000, они его сейчас, получается, запилили, сформировали новую балансную структуру, да, и визуально, то есть, ну, на двухчасовом графике мы также остаемся в приоритете покупок. Вот видите, этот уровень 8830, 8850, это, он является, так сказать, приоритетным. Хотя, я бы еще отметил вот этот 8950, то есть, вот эту всю зону, вот эта вот зона покупок, такая более широкая, но, значит, здесь лучше всего рассматривать, ну, смотрите, 8950, как покупку уже рассматривать не стоит, потому что цена была здесь, да, было сколько, и цена даже, ну, не дошла до противоположной границы, это говорит о том, о слабости этого уровня уже, да, поэтому, в принципе, можно брать зону и оставить только 8827. Если сейчас мы здесь видим импульсное движение вниз, сейчас нарисую, чтобы было видно, где наш, вот, если мы видим импульсное движение вниз, это, ну, и цена закроет, получается, ниже вот этого уровня, 8840, я на 95% буду уверен, что цена пойдет в коррекцию, и эта коррекция как минимум до 8000, а может даже и до 7400, уже в зависимости от того, как будет цена, поэтому нужно смотреть, но пока мы не пробили этот уровень, пока мы не пробили, мы остаемся даже на двухчасовом графике в приоритете покупок, да, где можно покупать? Вот нижней границы 8, 820, здесь только с подтверждением, потому что нужно посмотреть, как цена отреагирует на этот уровень, то есть, ну, тут нужно ждать либо должник, либо какую-то инициативу со стороны покупателей, то есть, по этим ценам, по текущим ценам, ну, никаких действий делать не нужно, потому что это середина баланса и здесь, как бы, будет и стопы большие и прибыль будет, ну, не очень, то есть, соотношение риск-профита будет очень неразумное и вы будете работать против математического ожидания. Илья? Отлично сказано, совсем согласен. Хотелось бы добавить еще раз, что мы думаем о смене приоритета, мы говорим, что да, будет падать, ну, мы ожидаем наша точка входа, она находится ниже, мы не будем покупать точно здесь, вот, но вполне возможно, что не произойдет, то, о чем мы говорим, и биткоин пойдет выше. Как мы вообще оцениваем развороты? Немного, немного, да, теория, небольшой такой кусочек, мы рисуем балансовую структуру, то, что мы уже вам объясняли, и, согласно нашей статистике, если, вот, на двухчасовике пробивается, два баланса по тренду, то, скорее всего, мы падаем или в боковичок, или мы совсем разворачиваемся. Обратите внимание, обязательно, оттестируйте перед тем, как использовать самостоятельно, проведите бэк-тест, не ленитесь, вот, и, вот вам на вооружение, такой вот прием, то есть, соответственно, если мы падаем ниже, 8,550, то мы говорим, что для нас, двухчасовой, да, тренд, в рамках более высокого, ну, высоко таймфреймного баланса, он закончен, и что, скорее всего, мы будем ждать цену на 7,400, там, где мы и будем ждать открытия позиций. Со всем остальным, да, здесь есть точка входа от нижней границы баланса, ее никто совершенно не отменял, и не может отменить, так как, сегодня, да, я даже делал на нашем канале, Mooncatcher, в трейдингею прогноз, что отсюда можно покупать при наличии подтверждения. Что такое подтверждение? Мы упоминали на наших видео, вот, не поленитесь, просмотрите, или же придумайте свое подтверждение, то есть, у вас должен быть основной сигнал и подтверждающий сигнал, который уточняет ваш вход. Это может быть или объемный сигнал, это может быть, или визуальный сигнал, если мы говорим о фьючерсах, то это может быть или кластерный сигнал, или сигнал по ленте, то есть, вы должны думать о том, как подтвердить, что ваша позиция верна, и проверить это обязательно на статистике. Никит, по биткоину я думаю, что пока что все. Давай в BCDP посмотрим, что он будет показывать. Напомню, что BCDP это наша собственная разработка, алгоритм в этой программе заложен именно. Мы создавали этот алгоритм несколько месяцев, он достаточно сложный. Скоро на нашем канале выйдет видео о том, как вообще интерпретировать эти данные, как прогнозировать и вообще как торговать с помощью этого приложения. Никит, разлил? То что? Разлил. Да, да, извините, у меня достает напоминание, водичку пить, кстати, очень важно. Правильно, вода основа жизни, все правильно. Итак, если мы посмотрим 4 часовек daily interval, то мы увидим, что мы находимся глобально в балансе. Это именно учитывается тот баланс, о котором мы говорили на daily time frame. И почему stable? Почему не покупать? Как бы, да? Если мы сейчас посмотрим какие-то амашки, то они будут зашкаливать просто, что ребята, покупайте. Но покупать так высоко, покупая так высоко, у вас высокая вероятность получить убытка. Потому что стоп по-хорошему вам надо прятать за daily уровень, да, или если какой-то короткий стоп, то, собственно, вероятность того, что он сработает выше. Поэтому у нас показывает stable, и это как бы сходится полностью с нашей позиции, которая была озвучена ранее. Если мы перейдем на интервал часовик, то здесь мы вообще видим легкий bearish. С чем это опять же связано? Это связано с верхней, тем, что цена находится, прошу прощения, на верхней границе баланса daily. Вот. И, собственно говоря, здесь также, ну, заложено правило, что мы должны, обязаны учитывать контекст, о чем я уже говорил, что если мы находимся на верхней границе восходящего баланса, то с нашей точки эта покупка не самое лучшее. Поэтому bearish с расчетом на возврат к ничной границе, и там вы увидите, что у вас будет bullish. Вот. То есть, опять же, здесь прописано, по сути, большинство правил, да, которые мы, о которых мы говорим, и которые, собственно говоря, мы используем в нашей торговле, в том, что мы делаем повседневно. Если же говорить в общем и в целом, то перспектива для роста, то есть, и место для роста, по крайней мере, до 9800, я думаю, что есть, и что мы до туда и дойдем. Это будет конечной точкой. Пока что у меня нету никаких оснований думать иначе, но моя точка зрения, она не может являться постоянно, и прошу ее не использовать как какое-то либо наставление к действиям, так как, как только я увижу, да, что пробиты там балансы вниз, и что мы начинаем разворачиваться, я скажу, о, скорее всего, все. Скорее всего, это был разворот тренда или остановка тренда, потому что, если мы продолжали бы расти, это не произошло, так как мы реагирующие участники, и мы реагируем на то, что дает нам рынок. Вот. Это, собственно говоря, все, что я хотел сказать. Никит, может, ты что-то скажешь? Да, я добавлю определенный момент. Добавь, пожалуйста. Ты все правильно сказал по BCDP, я бы еще отметил, что видишь, что у нас на BCDP меньше единицы, это говорит о том, что у нас, да, идет как бы свинковая волна вниз, свинковое движение, и что мне еще, ну, на графике визуально бросается в глаза, да, это ложники, да. Обрати внимание на такую вещь, сейчас я выделю ее, чтобы было видно, смотрите, здесь, да. Никита, извини секундочку, сейчас я его возьму, перенесусь на, вот так вот мы сделаем, чтобы оно все красивее оно было, да. Да, все, извини, что я тебя отвлек. Вот, обратите внимание, если тут у нас был хвост, так, после которого цена попала вниз, вот, да, здесь опять у нас хвост, то есть обычно ложники, да, создаются для того, чтобы, так сказать, ввести в заблуждение, да, определенных участников рынка, да, и потом, так сказать, вытрянуть их из рынка и пойти в нужное направление. И вот этот вот ложняк, который сейчас я вижу, ну, на вершине этого баланса, пока он мне, как бы, не очень нравится, то есть вполне возможно, у нас может быть такая, раз, есть такой резкий пролив. Биткоин может такое делать, хотя я видел и такие ситуации, когда он делал абсолютно противоположные вещи, так, да, но сейчас, ну, вообще после ложняков всегда нужно работать с подтверждением от границ баланса, да, то есть если у нас есть в балансе правило снизу покупаем, сверху продаем, то после ложняка нужно, например, здесь покупать только с подтверждением, то есть обратный ложняк, да, в этом, или там инициатива со стороны, резкий импульс на откате, тогда мы можем тут взять и зайти. По-другому тут просто выставить лимитку, это будет немножко неправильно, потому что вас нужно свободно хвостом выпить и все. Хотя у нас вот есть, как бы, две зоны такие сопротивления здесь, одна и та, ну, и та, извини, поддержки, поэтому я думаю, что здесь они могут вот так сделать или вот так, поэтому. Тут нужно смотреть уже, я же говорю, нужно смотреть то, что показывает цена, она все показывает, поэтому нужно смотреть, какая реакция будет на нижние границы. По текущим ценам ничего делать не нужно. Я думаю, по биткоину все, давай перейдем на... Полностью согласен. Итак, вносим разнообразие сегодня, давай, мы хотели с тобой, да, поговорить про Ripple, что у нас есть по Ripple, начнем мы, пожалуй, да, с Daily, вот, и Никит, что ты скажешь по Daily Ripple? Daily Ripple, да, давай сразу я отмечу, я люблю отмечать сразу зоны, ну, не зоны, а уровни сопротивления поддержки, которые для меня еще актуальны, и актуальные, так сказать, балансные структуры, и вообще какие-то вот фазы рынка, да, что можно отметить? Первое, что я отметил, это этот уровень, так, вот хвост, она показала хвост, 44,89, да, 44,89, и цена как бы сейчас не может выйти выше него, хотя попытки выхода были, да, то есть, смотрите, так как эта цена уже, ну, выходила цена выше этого уровня, я его уже как бы не беру в расчет, я беру в расчет уже от этого уровня, они более актуальны, так, у нас есть уровень сопротивления, да, уровень поддержки, у тебя снизу есть зона поддержки, да, я отмечу отдельным уровнем, да, вот, получается, зона поддержки, то есть, у нас есть вот такой широкий боковик, на данный момент, после импульсного движения наверх, что по DEL еще можно добавить, да, то есть, сейчас она находится в середине этого боковика, и прямо вот по DEL сейчас делать ничего не нужно, опять же, где можно искать здесь какие-то, значит, эти входы, первые, это, конечно же, искать вход на уровень 35, 0.35, 0.35, 0.90, 0.36, да, вот именно в этой зеленой зоне, которая отмечена, это самая лучшая, это, скажем, зона, где искать покупки, но, смотрите, цена опять не дошла до верхней границы, сейчас мы видим движение к этой зоне, здесь нужно, опять же, искать подтверждение, вот здесь, обязательно, вот, если будет сложником, будет вообще отлично, еще, какой бы я бы уровень отметил, я бы отметил уровень точки начала импульса, да, из баланса, обычно это очень важный уровень, потому что именно с этой точки начинается вот этот вот сбор ликвидности, или вот этот вот хайп, да, и обычно, когда, ну, очень часто цена реагирует на эти точки, вот, ты можешь здесь был, до этого такой, видите, был маленький выход, потом ретест, и потом был вход, вот, то есть, вот эта вот зона такая тоже интересная, вот, ну, я бы отметил сразу вот эту зону, она такая более, более важная модель, я считаю, вот это основные зоны, уровни поддержки, уровень сопротивления, где я нарисовал, если цена выйдет, смотри, если цена выйдет из этого боковика наверх, да, с закреплением, куда цена вообще может пойти, вот, где, где ожидает цена, в первую очередь, где бы я ждал, в первую очередь, что мне пристает в глаза, это уровень 53, но это промежуточный уровень, не такой сильный, я бы его даже отметил другим цветом, еще один уровень, это 0,5674, то есть цена, то есть точки разворота, цена сама показывает, где она развернулась, это достаточно, ну, очень, это правильно, потому что, если цена в этой точке развернулась, значит, там была какая-то сила, либо объем, либо там закончилась ликвидность, то есть что-то там произошло, что повлияло на этот разворот, поэтому эти точки нужно рассматривать, если вы хотите понять, почему цена разворачивается, так сказать, пасхалочку такая, просто рису, берете линию, да, рисуете влево и опускаетесь на младший таймфрейм и смотрите, что же там произошло, я думаю, у вас многие ответы, и вы найдете на свой вопрос. Илья, что ты скажешь по Дели? Так, что, собственно говоря, я могу добавить по Дели? Я с тобой полностью согласен. По поводу, да, точек разворота, ты отлично подсказла людям, чтобы они смотрели. По поводу точек, на Дели зоной поддержки выступает 0,37, и только от 0,37 по Дели можно покупать, и выше здесь прыгать некуда, не нужно, и я думаю, что мы вернемся к 0,37, и оттуда уже можно будет рассматривать дальнейшие покупки. А к двухчасовичку, я думаю, Никит? Да, давай. А то ты все слова забрал у меня опять, опять в пустую, сидел, заучивал этот текст, вот, и ты приходишь и хлеб отбираешь. Ну, тогда давай на двухчасовичку. Я тебе довезла, Ванна. Спасибо. А если серьезно, то, друзья, смотрите, если мы рассматриваем двухчасовичок, то что бы мы хотели тут сказать? Во-первых, да, у нас есть восходящий тренд, и так же самое, то действуем аналогично с тем, что мы рисовали на биткоине, в следующий тренд на двухчасовом таймфрейме у нас будет до тех пор, пока не будет пробита вот эта зона поддержки. Это один баланс, и вот эта зона, я прошу прощения, что немного криво получается. Вот, после пробития вот этих двух перспективных возможных зон поддержки, я скажу, что вот следующий тренд закончился пока что. С коротким стопом мы можем зайти отсюда, вот, и мы сейчас рассматриваем возможность такого входа с потенциалом хода. Во-первых, вот до этой точки, там, где у нас был... Нет, пожалуй, буду рисовать вот так, мне кажется, это красивее будет. Вот, с потенциалом хода до, скажем так, предыдущей линии поддержки. Позицию вообще стоит открыть, это, опять же, просто интересное наблюдение, которое может быть вам полезно. Позицию стоит открыть в несколько частей, потому что никто никогда не может предугадать, где закончится движение, где рынок развернется. Вот, и, как бы, нужно всегда выбирать, то есть, цели, да, адекватные, потому что какая вероятность того, что цена прямо сейчас с вами выйдет из баланса, очень низкая. А вероятность того, что цена дойдет до сопротивления там, где она была, она значительно выше. Поэтому, там, выбирайте адекватные цели, вот, и потому что успех, ну, как бы, достигается не за счет, а одной сделки, успех достигается за счет систематичного повторения какого-то действия, которое, ну, статистически приносит вам прибыль. Поэтому, что вы делаете? Вы делите, там, например, свою прибыль, и давайте вот так на глаз оценим, где цена может развернуться. И здесь, здесь у нас сейчас формируется вот такая баланс. Здесь цена может развернуться? Может. Поэтому здесь вы закрываете какую-то часть свою позицию небольшую. Таким образом, вы на дистанции сместите свое масс-ожидание, да, вот здесь закрыли часть позиции, вторая, где может цена развернуться? Цена может развернуться здесь. Это вторая часть позиции. И, собственно, третью часть позиции вы или уже держите, там, на долгосрок потягивая стоп таким же методом, как мы вам писали. Мы, ну, я рассказываю то, что делаем мы, вот, и как у нас это работает. Или же вы просто ставите стоп в точку без убытка, и уже если вас выбивает, то вы уже забрали какую-то часть прибыли, и вам уже не обидно, не страшно, и все в порядке, да. Поэтому, опять же, для каждой монеты существуют свои точки, на которых лучше крыть, соберите, повторюсь, статистику, проверьте эти точки, но за основу вы можете попробовать использовать то, что говорю не я. Возможно, это не работает. Возможно, работает. Я не знаю. Тестируйте. Вот. По текущим точкам. Давайте красиво отмечу, чтобы было видно, чтобы мы пришли к кому-то с логичным завершением по этой монете. Итак, первая точка, откуда я вижу, возможно, покупать, это здесь, на данный момент, при наличии подтверждения. Кстати, мы в теоретом и купили, так и чуть-чуть выше, после зародника. Да, мы, я думаю, что мы вернемся сейчас, покажем, где мы купили, да. Вот. Это будет интересно. Можно, кстати, будет обсудить, чтобы показывать, ну, как бы, наши сделки, то, что мы совершаем. Может, даже историю торгов. Но просто мы себе это изначально за цель не ставили. Вот. И нам не очень хочется это светить, поэтому. Вот. Но мы подумаем над этим. Если вам это будет интересно, то я думаю, что можно будет что-то с этим придумать. Итак. Первый уровень, да, около которого можно купить, это у нас здесь. Второй уровень, где можно купить, это здесь. Если эти два уровня пробиваются, то, скорее всего, мы уйдем, гордо и уверенно, на 37, 36,95, вот, в общем, в эту зону. Если посмотреть, да, где мы вчера купили с тобой, Никит. Сейчас, секунду. То есть, мы вчера покупали после подтверждения на откате, вот по той же системе, о которой говорил Никита, это, внимание, в очередной раз скажу, какое подтверждение мы используем. Вот, смотрите, у нас был уровень. Мы таким, Макаром, вчера купили Ripple и BNB, правильно? Да. А эфир мы прозевали вчера, потому что мы спать ушли. Да, эфир показал ночью сигнал. Да, мы уже отдыхали. Что произошло? У нас был какой-то уровень, да, зримый, произошел ложняк, и после этого у нас была яркая инициатива покупателя, которая была выражена, да, в виде пробития. Часто, когда идет, обратите внимание, докуда происходит в тренде, если вот идет восходящий, я прошу прощения, нисходящий тренд, докуда цена откатывается, да, если цена остается в тренде. Вот. Цена откатывается очень часто до точек, от которых первоначально происходило бы. Обратите внимание, допустим, мы рассматриваем вот эту точку, да, откуда до нее цена дошла, мы рассматриваем здесь вот эту точку, до нее цена дошла. Опять же, если мы будем смотреть выше, то обратите внимание, от каких точек цена отбивалась в тренде. И, собственно говоря, мы используем такое же подтверждение. Наш вариант, который также призывают тестировать и использовать только в протестированном виде, что если цена пробивает эту точку и задерживается, или откатывает, то после этого можно входить. Мы это используем таким макаром, что цена пробивает, и мы на откате ставим лимитку. По некоторым парам, по некоторым прыгаем по рынку, это зависит от, скажем так, того, как пара дает заходить. Это надо собирать тоже, тестировать для каждой пары отдельно. То есть Никита выставлял здесь лимитную заявку, правильно я говорю? На какую ты цена ставил, ты помнишь? Да, 42.60. 42.60 у нас была лимитка. Нас забрало. Стоп у нас находится вот здесь сразу, 41.928. Ну и, собственно говоря, позиция сейчас в прибыли, но стоп у нас перенесен в безубыток, потому что она не пошла. Сейчас мы покажем, быстро перейдем к BNP, не будем ее разбирать, потому что с прошлого разбора там ничего не изменилось. Просто покажем позицию и то, как мы в нее заходили. Если же говорить о тейках, то тейки так же само, будем закрываться частями. Часть позиции будет покрытая, я думаю, по 0.43, часть позиции будет покрыта по 0.44. Я думаю, что 0.44 сразу, потому что 0.43 это был второй баланс. И если будет, так сказать, его пробой, то цена пойдет, ну должна, по идее, пойти на верхнюю границу. Ну, так как мы не прошли именно 0.43.50, мы поэтому перевели стоп безубыток, потому что, когда цена не проходит второй баланс, это не очень хороший признак, поэтому мы перевели безубыток. Да. Ну, в принципе, да, было бы хорошо зафиксировать 0.43, но мы решили подождать. Да, все-таки здесь вероятно, что у нас входит 0.44.16. Окей, тогда 0.44.16 первый и, собственно говоря, 0.44.97 второй, вот, и третий будем или его держать там до победного, посмотрим, если это будет восходящий тренд, да, он продолжится, то там, в принципе, можно неплохо набрать, вот. Но, опять же, у нас хорошее соотношение, мы всегда стараемся заходить с хорошим соотношением риск профиля, если вы обратите внимание, вот. Вот, и, собственно говоря, да, вы видите, что здесь у нас 2.33, здесь у нас будет уже 3.62, да, и, собственно говоря, если мы будем третью часть держать, то у нас в среднем там общее соотношение получается 1.2.5. Это наше, ну, потому что здесь там мы теряем, да, всю позицию, а здесь мы закрываем частями. Среднее соотношение мы стараемся держать у всех наших сделок минимум 2.5, вот, и это нам помогает, скажем так, весьма эффективно оставаться на плаву. Вот, Никит, что, по Ripple, есть ли тебе что-то добавить по Ripple или быстренько покажем по BNB, как мы вчера брали? Да, давай BNB сразу покажем, я думаю, по Ripple ты все отлично рассказал, там все понятно. Опять же, все уровни, которые показали, да, вы видите, все уровни цена сама показывает. То есть мы ничего не придумываем, ничего не придумываем, мы не рисуем никакие там... Опа, монетка ушла. Да, у меня, кидаюсь. Мы все делаем, это... То есть рисуем как бы то, что показаны теории, которые показываются на Ильсе. Просто да, вопрос в, как бы, визуализации, да, то есть вопрос восприятия и понимания, что должно за этим произойти. Мы не говорим, что наш подход правильный, но мы показываем то, что используем мы. Вот, тестируйте, если у вас получится, мы будем за вас очень рады. Итак, если мы вернемся к BNB-шке и посмотрим, что у нас по BNB-шке, я, наверное, вот так... Ого, слушай, что у нас тут такое нарисовано тут? Это мы, видать, с тобой обсуждали что-то и рисовали. Если да, мы посмотрим BNB, то что мы видим? Точка нашего входа, она находилась вот здесь вот. Вот, мы зашли немного преждевременно, у нас на то были... 34, 21 мы зашли. 34, 21, да. Вот, мы зашли немного, можно сказать, чуточку преждевременно, немного не дождавшись той точки, о которой мы говорили, да, потому что если здесь эта точка, она была выше, у нас были там свои основания для входа, вот. Вот, но, в общем, если бы так же само вы использовали эту идею, о которой мы говорим, обратите внимание, откуда здесь отбилась цена, обратите внимание, откуда здесь отбилась цена. Да, здесь у нас был перехай, но такие перехай, они очень легко, как бы, вмещаются в систему, надо ждать закрытия ни одной свечи, да, двух свечей. Вот, потому что очень часто один перехай они делают, но потом цена падает вниз. Вот, это просто тоже наблюдение, которое мы проводили. Просто наблюдение на импульс. Если импульс хороший, это видно, это выход, да, вниз, это видно. Если вы видите хвост, и цена не пошла дальше, значит, дальше либо нет покупателя, либо нет ликвидности. И, скорее всего, цена развернется. Вот, так сказать, один из таких секретных фичей. Ну, опять же, это, вы должны это сами, потому что, ну, когда мы об этом говорим, да, это может, да, обязательно смотрите историю, обязательно проверяйте, обязательно отрабатывайте и собирайте, то есть, статистику, там, не такими не скриншотами, а конкретными данными. Здесь я вот вошел, здесь я вышел, и только это вам поможет. Так вот, у нас был вход здесь, соответственно, стоп у нас по 33.89, и мы до сих пор в позиции, мы не закрывали даже часть позиции, потому что предполагали, что, если биток будет падать, то BNB это потенциальная монета, которая может расти, поэтому у нас вся позиция открыта до сих пор, вот. Здесь у нас риск прибыли, нет смысла показывать. Ну, без убытки она понятна, да, у нас уже стоп потянут под 34.79, если я не ошибаюсь, правильно, Никит, мы же перетягивали утром. Я, мне кажется, немножко выше, но сейчас будет скажу точно, если тебе нужно, сейчас. Ну, интересно, по-моему, 3.479 мы с тобой сегодня утром говорили. Сейчас я посмотрю. Ты можешь пока рассказывать? Да, я буду пока рассказывать, чтобы не затягивать время. Вот, и, собственно говоря, вот ложняки, это одна из систем, которую мы используем, да, вот. Вот, просмотрите, поинтересуйтесь, я думаю, что вам тоже будет интересно. Опять же, когда этот восходящий тренд глобально развернется, да, если смотреть двухчасовик, то, соответственно, развернется он только, когда будет пробит вот этот баланс и вот этот баланс. Но мы сидеть столько не будем, мы сидеть столько не планируем. У нас под 10-минутный восходящий тренд сейчас это все сделано, поэтому у нас будет первая точка и вторая точка. Если эти две точки пробиты, ну, значит, следующий тренд развернулся. Но часть позиций мы будем крыть по пробитию с выхода с баланса, то есть где-то по 35. И, то есть, вот так вот, частями мы также кроем позиции, частями набираем позиции, частями кроем позиции. Вот, в нашу систему оценки мат-ожидания это вписывается. Вот, тоже пробуйте, экспериментируйте это с этим, потому что никто, кроме вас, это делать не будет. Это, собственно говоря, все, что я хотел сказать. И мы сегодня хотели еще поговорить о троне и проанализировать трон, потому что нас просили проанализировать трон. Вот, и, собственно говоря, почему бы и нет, монетка ликвидная, монета интересная. Вот. Никит, ты там нашел, почему у нас BNB стопы? Да, 34, 39, я думаю, что можно потянуть выше. Ну, мы... 34, 39? Да, 34, 39, ты ставил за второй. А, ты за второй сразу ставил. Ну, тоже правильно, что не... Да, то есть, Никита поставил вот то, что я говорю, да, у нас вот два баланса. Вот, если пробивается второй, последующий трон заканчивается. Вот, и он поставил за 34, а 39, собственно говоря. Вот, что если этот баланс пробьется, то, собственно говоря, мы и выйдем. Вот, но я думаю, что можно будет подтянуть поближе. Но мы это обсудим позже. Ну, что ж, только к трону. Если говорить о троне, то что мы видим? У нас тут достаточно интересная, скажем так, структура, да, очень интересное построение. Вот, у нас здесь такой широченный баланс, можно назвать его так. Вот, он, да, он без внятной границы. Это связано с тем, что трону вообще так ходит достаточно рвано, но это ничего страшного, к этому можно адаптироваться. Как бы, у всего есть свои плюсы, у всего есть свои минусы, потому что у таких вот, да, ложных пробитий, на самом деле, у них тоже есть свои плюсы. Почему? Потому что можно разработать, такая вот идея протестировать, вот, такой вариант, что будет, если вы будете, вот, например, заходить после ложных пробитий баланса, да, там, на минутке. Вот, мне кажется, это тоже будет иметь некий успех, вот, и мои слова подтверждаются статистикой, которую, опять же, мы собирали. Вот, если смотреть, у нас был баланс, который вышел наверх и пока что демонстрирует то, что мы остаемся выше. Мы остаемся выше. Почему? Потому что у нас здесь образовалась еще одна поддержка, вот, и если вот эта поддержка будет пробита, и вот эта поддержка будет пробита, то, собственно говоря, укатимся мы с большой очень долей вероятности вот сюда. Вот. Это то, что вот в виде, вижу я сейчас, я думаю, Никита со мной согласится. Никит? Да, я согласен, только я бы еще немножко отметил еще несколько уровней. Конечно, пожалуйста. Да, то есть, давай отметим туда вообще, куда цена пришла, почему цена вообще, ну, застопорилась, да. То есть, мы видим, вот, кидаем линию, да, видим, что цена пришла на уровень, который уже ранее, так сказать, у нас на истории отрабатывался. Вот, у нас была реакция, да. Еще один уровень, так сказать, сопротивления у нас здесь, тоже, видите, хвостом хвост, это, ну, показатель того, чтобы было резкое отторжение цены. Значит, там есть либо какой-то продавец, либо там есть какое-то отсутствие ликвидности. То есть, и это, ну, их нужно учитывать, эти хвосты. Хотя, когда многие рисуют там всякие треугольники, я вот, когда я иногда просматриваю аналитиков, они там рисуют там треугольники или там какие-то, ну, разные фигуры. Бриллианты там какие-то, я знаю, рисуют бабочки, извращенцы. Да, ну, там клип, там фигура продолжения, фигура разворота, да, и они очень часто как-то рисуют без уч... ну, не учитывая вот эти вот хвосты, и для меня это странно, потому что все-таки отошну. Цена, допустим, пыталась выйти, там что-то произошло, да, там, и что повлекло к резкому отторжению цены. Но эти фигуры, они так рисуют, что эти точки не учитываются. Для меня это странно, мне кажется, это неправильно, но я исхожу из того, что я вижу, конечно. Из-за того, что я протестировал. Я считаю, что эти уровни, ну, они намного точнее показывают, что происходит, да. Теперь, значит, мы отметили уровень сопротивления, уровень поддержки. Ты правильно все поставил. Первый у нас, обратите внимание, да, опять же ложничок, да, и цена уходит. У нас как бы не... То есть, как бы, ну, чем классно наблюдать за этим уровнем, за ложниками. Если цена их пробивает, зачастую это пробивает резко. Если не пробивает, проявляется хвост, значит, опять отторжение, и, скорее всего, у нас будет, ну, хороший отскок. Бывает такое, что цена запиливает уровень, но это очень часто как пробой. Поэтому, ну, всякое бывает, поэтому всегда нужно смотреть, что показывает цена. Значит, я отметил уровень, значит, первое сопротивление, вот второй уровень сопротивления. Я бы его отметил где-то вот так, даже по этой... По второй, почему? Потому что у нас был импульс, да, потом был возврат, так, и здесь было отторжение цены. То есть, ну, хотя вот эта вот зона, мне кажется, так было правильно чуть-чуть подкорректировать. Ну, и, конечно же, то, что, ну, нижняя граница очень такая, абсолютно правильно. Тут даже такая зона, такая большая, зона покупки, такая зона поддержки. То есть, вот, когда цена приходит сюда, вот тут продавать, да, ну, или, там, сбрасывать, это немножко уже глупо, потому что... Либо сбрасывать, когда, вот, цена пробила, да, либо уже, когда, ну, будет отскок, но сбрасывать в этой зоне, там, продавать, это для меня, ну, чуть-чуть неправильно, я считаю. И, конечно, я бы отметил вот этот уровень еще, да. То есть, вот вам такие самые актуальные уровни, да, на дейли графике. Это все, что я хотел добавить, да, или давай, может, перейдем сразу на двухчасовичку. Да, сразу на двухчасовичку, чтобы мы не затягивали. Да. Итак, что мы видим под TRX? Если мы посмотрим, да, то, во-первых, вчера также его рассматривали на вход, вот, но не брали его из-за того, что нам он показался менее перспективным, вот, и наше мнение основано, опять же, на наших субъективных убеждениях, вот, но, как видим, он тоже отработал, так же само, видите, был ложничок поддержки, вот, но мы эту позицию не брали, мы сюда не заходили, поэтому, как есть, так и говорю. Остаемся мы в балансе, вот, но баланс это в восходящем тренде, да, потому что у нас выбиваются, уперлись мы вот в это сопротивление, вот, и у нас, можно сказать, вот такой вот подтягивающий восходящий тренд, кто-то бы здесь нарисовал треугольник, не вижу в этом особого смысла, вот, по точкам, откуда можно брать, я бы здесь, честно, я бы здесь не покупал, потому что очень низкий диапазон, могу запросто вынести вниз, для меня актуальным является, вот, эту зеленую, мы уберем, зачем у нас здесь, вот, для меня актуальной точкой является, либо вот эта точка, на двухчасовичке, на нее советую вам обратить внимание, вот, либо точка, которая с Daily, она является самой лучшей, от нее в любом случае, да, если не будет разворота, от нее будет отскок, и если вы будете использовать ту тактику, которую мы сегодня рассказали, не пытаться закрыть всю позицию за раз, а кратчастями, то даже если не всю позицию, а часть позиции от отскока, с очень большой долей вероятности, вы сможете закрыть, вот, поэтому первая точка, которую я вижу, которая мне будет интересна, это точка, вот, 0,031, или глобальная точка 0,03, да, и вот это вот такая вот зона, 0,0,29, 0,03, Никит, что ты скажешь? Я с тобой абсолютно согласен, покупать здесь, это уже, так сказать, покупать перед уровнем сопротивления, это, ну, можно, так сказать, мотивировать, там, покупкой в пробой, но если вы так и делаете, то, по крайней мере, ставьте короткие стопы, то есть, не нужно ставить перпятый стоп туда, но я, как бы, не очень люблю такие входы, потому что я люблю, сможет, по факту, когда пробой происходит, когда я вижу, что пробой произошел, да, то есть, рисуется не считать, сейчас опять пензлик немножко, она пропадает, ну, теперь у нас рисуется, так сказать, выход, да, цена закрепляется, я вижу, ага, вот есть закрепление, есть импульс, все, на откате, на откате, либо к точке начала импульса мы, либо к верхней границе баланса мы заходим, и уже идем на верхние, так сказать, уровни, а, так как цена ходит от уровня к уровню, да, очень редко, когда цена разворачивается просто так в пустом месте, да, ну, бывает, там, выйдет какой-то, там, резкий объем в моменте, и цена развернется, да, но такое бывает редко, это исключение, а цена, в основном, ходит от уровня к уровню, то есть, я еще отметил бы здесь такие вот два уровня, это уровни двухчасовика, они менее сильные, нежели уровни дейли, но, опять же, зачастую цена доходит всегда ко второму уровню, да, и учитывая, если мы будем брать такую общую балансную структуру, да, большую, с ножником, то, если цена выйдет из этого баланса, да, мы можем увидеть все шансы сходить на 0,39-59, да, но на этом сопротивлении, да, 36-29 нужно обязательно либо покрыть, расходить, либо посмотреть, что сделает цена. Где покупать, я говорю, либо после пробоя, либо же ждите, пока цена опустится, да, то есть, смотрите, у нас сейчас есть вот такой некий баланс, вот, немножко Киева нарисовал, большому так, ничего страшного, вот, и, опять же, это верхняя граница и не очень удачная точка, то есть, ждите, либо уже здесь входить с подтверждением, но это первый уровень, он обычно слабый, он зачастую пробивается, да, лучше входить из второго, да, то есть, лучше подождаться вот уровень 386 уже, да, и войти здесь, да, но если цена не, туда не откатит, да, потому что такое бывает, там, вы ждете цену, что она откатит, она не откатывает и пробивает, тогда уже заходите после пробоя на откате, уверенно заходите, потому что это означает, что пошла инициатива со стороны покупателя, и если проходит обратно точку, откуда цена вышла, это говорит о том, что эта инициатива, ну, грубо говоря, захлебнулась, да, и цена не пойдет сейчас, поэтому после выхода из баланса на откате покупайте, стоп ставите за точку, так сказать, импульса, и все, и ставите take profit, если вас выбивает, значит все, значит рынок будет падать до уровней, до следующего уровня поддержки, так как цена ходит от уровня к уровню, я думаю, что стоит поставить BCDPL, что наш алгоритм показывает, у нас там есть Tron тоже, там вообще очень много, много, нет, у нас есть все ликвидные монеты, на данный момент с Binance, вот, мы ждем маржиналку и пытаемся ориентироваться на Binance, потому что, на наш взгляд, это сейчас, ну, как бы, одна из самых удобных бирж, да, вот, но вполне возможно, что мы добавим Bitfinex, вот, но это немного позже. Итак, к Tron, если мы посмотрим, да, на Tron в данный момент, то что мы увидим? Deli нам показывает, что у нас Stable, почему он Stable, потому что, опять же, вернемся, да, на Deli, у нас баланс, верхняя граница баланса, как бы, все, все четенько, я всем доволен, вот, я доволен, как работает спидометр, мне нравится, вот, я думаю, вам должно нравиться, потому что, на самом деле, он работает гораздо интереснее, чем все спидометры, ну, все остальное построено на каких-то технических индикаторах. Если же мы перейдем на Часовичок, вот, и посмотрим, что у нас на Часовичке, то что мы видим? Правильно, мы видим, что у нас не самая лучшая идея для покупки. Почему мы это видим? Да, потому что мы находимся на верхней границе вот этого баланса, и покупать сопротивление, это отвратительная мысль, друзья, вот, и, ну, и наш спидометр любезно вам об этом сообщает. Что можно сказать в общем? Перспективы для роста у ТРХ есть, вот, после пробития этого сопротивления, следующая точка с большой вероятностью, до которой он идет, как отметил мой коллега Никита, да, это будет вот эта точка, точка, я даже чуть-чуть ниже, ты не возражаешь, Никит, передвину, 0.0.36.0.5, вот, вот эта точка, и, скорее всего, до нее мы и доползем, вот, в случае пробития, может, даже одним импульсом и зайти не успеем, не знаем, но вот так вот эту ситуацию мы видим сейчас. Ну что ж, Никит, я думаю, будем заканчивать, или ты еще что-то хотел сказать? Не, я думаю, на сегодня хватит, уже достаточно много чего сказали. Друзья, если у вас есть какие-то, так сказать, замечания, или вы там, конструктивная критика, мы всегда рады, мы открыты к общению. В описании к этому видео есть даже наши контакты, где с нами можно связаться, наши имейлы, так что пишите, если у вас будут вопросы. Также, если вы хотите рассмотреть какую-то монету, мы всегда, ну, так сказать, рады рассмотреть. Только единственная просьба, чтобы она была ликвидной, потому что там разные щиткоины, мы там деликвидности 0, мы не рассматриваем. Потому что просто это, они очень легко манипулируются, и мы не хотим на это тратить время. Вот, друзья, берегите себя, берегите свои деньги, помните о рисках, вот, и собирайте статистику. Да, помните, самое главное, что единственное, что вы можете контролировать в рынке, это ваш риск. Все, больше вы контролировать ничего не можете. Когда вы входите в сделку, это уже, так сказать, вероятность, так? И ваша, так сказать, задача, просто это вероятность, так сказать, увеличить вашу пользу. Для этого нужно, так сказать, просто входить в правильных местах, и уже вы сместите математическое ожидание в вашу пользу. А риск вы всегда будете, ну, и должны контролировать, потому что это только за вами. То есть, если вы не будете контролировать риск, тогда, ну, вы ничем не отличаетесь от того же гэмблера, который играет, там, в казино, там, на всю котлету. А так, всем здоровья, всем хороших трейдов, спасибо за внимание, пишите, пока. Всем бай.